Чужую беду руками разведу. Эта поговорка действительно про нас. Мы с легкостью протягиваем милостыню на улице, шлем спасительные смски больным детям в прямом эфире, всей душой переживаем за судьбу амурского тигра. Но всегда ли мы готовы прийти на помощь тому, кто рядом? Выяснить это нам помогут профессиональные актеры Елена и Сергей. Эксперимент двойных стандартов начинаем с самой банальной ситуации. У девушки украли сумку и она всего-то просит у прохожих телефон позвонить родным. Не успела договорить, а уже отказ. Может надо было напористее и сразу переходить к делу. Девушка подходит буквально каждому, но никто еще не достал телефон. Все же дадим шанс человеку сделать доброе дело. Не будем отчаиваться. Молодой человек ведет девушку в здание банка. Там много свидетелей и сбежать не так-то просто. Мне кажется, больше всего люди боятся за то, что украдут телефон или еще что-то. Боятся потерять. Аргумент весомый, но если хочешь помочь, найдешь способ. Например, этот мужчина сам набирает номер. Не буду преувеличивать, но я постоянно стараюсь помогать людям. И я очень заметил, что Бог в этом не помогает. Меняем условия эксперимента. Людям не придется жертвовать ничем, кроме времени. Придут ли они на помощь человеку, которому стало плохо на улице? Сердце сюда. Даже после того, как мы признали, что приступ не настоящий, толпа никак не может поверить. Это социальный эксперимент, это актер наш. Оказывается, кто-то уже успел позвонить в скорую. Приходится срочно отменять вызов. Мимо нашего актера не прошел никто. Мужчины, женщины, подростки – все предлагают помощь. Сердце. Во-во-во-во, старик не знаете, что это, блядь, сердце. Сначала думаешь, что в руку алкоголик там падает, а потом вдруг реально сердечный приступ, может, погибнет. А теперь проверим, кто самый смелый. Для этого знакомые вам Сергей и Елена – смене тамплуа. Он – агрессивный ухажер. Она изображает жертву. Что вам от меня надо? Что, больной, что ли? Отошел от меня, я сказала. В жизни любой девушки хотя бы раз случается беспокойный попутчик. Сколько раз мы читали в интернете и слышали по телевизору возгласы о равнодушии свидетелей? Проверим. «Пошел отсюда!» Когда нападающий один, а мужчин целый вагон, просто почувствовать себя суперменом, скажете вы. Обостряем. Теперь против Лены целая команда амбалов. Денису, Дмитрию и Антону веришь сразу. Они действительно профессиональные спортсмены. Хотя в реальной жизни так себя, конечно, не ведут. Но и простые русские парни готовы вступиться за честь женщины. И минуты не прошло, как наш актер был на волоске от больничной койки. Уберите! Что за дело? Что за дело? Тихо, 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 тихо. Сначала за Лену заступились только мужчины. Но вдруг эту хрупкую девушку зовут Настя, и она готова была одна идти на троих. В этой жизни тоже была ситуация, когда на меня напал мужчина, и люди просто не реагировали на это. За целый день нашего эксперимента равнодушных практически не оказалось. А вот если вам нужно позвонить, и вы потеряли сумку, просите прохожего лично набрать заветный номер. Так больше шансов, что вас не примут за уличного афериста. И не проходите мимо, даже если тот, кто лежит под забором, мало похож на приличного человека. Вдруг это вам только кажется, а ему действительно нужна помощь.